Привет, ребята! Большой фотоаппарат сломался, мой кэнон сломался. Буду записывать с маленькой ручной. Как получится, так получится. Потом приеду из Халифакса в Ньюфаундленд, попробую как-то смонтировать. Речь идет о том, что я сегодня выезжаю из Халифакса в Ньюфаундленд. На этом роскошном автобусе, на котором я никогда не ездил, через северную Новую Шотландию, в сторону Ньюфаундленда. 7-8 часов на пароме ночь, потом снова в 12 часов на автобусе уже до того места, где находится яхта. Я все-таки полон решимости реализовать проект Sales Against War. И сейчас начал движение в сторону яхты. Буду стараться вас информировать, даже несмотря на техническую некоторую сложность. Потому что большой фотоаппарат у меня, похоже, умер. Буду работать с этой маленькой камерой. Как получится, не обессудьте. И потом, как смогу, прокомментирую. На этом автобусе мне предстоит проехать 7 часов. 600 километров. Пойдемте усаживаться. Скоро он тронется в сторону еще одного приключения. Пока берегового. Средством передвижения я выбрал автобус и паром. Мне очень не хотелось быть за рулем более полутора тысяч километров. Маршрут Халифакс, Норт Сидни, Новая Шотландия. Это автобус. Норт Сидни, остров Кейп Бреттон. Порт Басквас, Ньюфоундленд. Паром он. Порт Басквас, Сент-Джонс, столица Ньюфоундленда. Автобус. Совсем рядом со столицей Ньюфоундленда и стоит яхта, на встречу с которой я еду. Я никогда не был на севере Новой Шотландии, как и на острове Кейп Бреттон. Поэтому, пока мы будем ехать, я расскажу немного об этой одной из приморских провинций Канады. До прибытия европейцев в Новую Шотландию эти территории были населены индейцами-микмаками. Я рассказывал о них в одном из своих видео. Ссылку оставлю в конце ролика. Долгое время Новой Шотландия была предметом соперничества между Англией и Францией. Понадобилось 4 колониальных войны, прежде чем стороны пришли к мнению, что главной на этих территориях будет Англия. Как известно, каждая война заканчивается мирными переговорами. Может, политикам давно следует научиться приходить к мирному соглашению до войны? В течение 150 лет столицей Новой Шотландии был Анаполис Ройл. И лишь в 1749 году столицу провинции перенесли в Халифакс. Субтитры создавал DimaTorzok В 1848 году Новая Шотландия получила самоуправление, а в 1867 году она вошла в Канадскую конфедерацию. Как и Канада, эта провинция совсем молода, юридически. Но это не мешает ей быть комфортным пристанищем для многих эмигрантов из разных стран. Вот и из Украины я уже встречал, приехавших совсем недавно. Не сомневаюсь, их приедет сюда гораздо больше. Терять такой шанс многие просто не захотят. Ведь Канада сложна в оформлении документов, а здесь ворота открыли. Правда, пока только для беженцев из Украины. Провинция спокойная, по-деревенски. С Европой ну никак не сравнить. Мне здесь нравится, когда я не в тропических странах. Своё сердце я всё-таки оставил где-то на островах южной части Тихого океана. Кстати, принято считать официально, что первыми европейцами, увидевшими берега Новой Шотландии, были члены экспедиции генуэзского мореплавателя на английской службе Джона Каббота в 1498-1499 годах. Но я в эту гипотезу не верю, как и во многое другое, низвергающееся из уст современных историков сегодня. Викинги задолго до Каббота открыли северную часть Северной Америки или они не были европейцами. Приехали. Порт Норд-Сидни. Терминал, билет, паром. Место на девятой палубе. На седьмой палубе общие места. Здесь же номерные кожаные кресла. Уже никто твоё место не займёт. Каюта мне, увы, не досталась. Буду коротать ночь в кресле у иллюминатора. Впереди 98 миль по заливу Святого Лаврентия. Рассвет. Ночь прошла относительно спокойно, если не считать надрывного ора трёхлетней малышки, требующей что-то от матери до часа ночи. Храпа соседей, громкого утреннего сморкания, хлопанья дверями и надрывного кашля группы несчастных, вынуждена оказавшихся в небольшом помещении и пытающихся, как и я, пережить эту ночь. Да, отвык я от неудобств общения с толпой. Годы, десятилетия жизни почти в полном одиночестве сделали своё дело, нужно это признать. Я асоциален. Собственно, я и был им с детства. Но так ярко я ощутил эту свою особенность не так давно. Рад этому. И менять ничего не собираюсь, разве что ещё немного усугубить следующей кругосветкой. Воды залива Святого Лаврентия спокойны, ветер слабый и попутный. В этом районе Атлантика преобладают западные и юго-западные ветра. Потому нам придётся искать в переходе оптимальное решение со встречными ветрами. С рассветом открылись берега Ньюфордленд, что в переводе с английского значит «Новонайденная земля». Он вместе с полуостровом Лабрадор образует провинцию Ньюфордленд и Лабрадор и прикрывает собой залив Святого Лаврентия от Атлантического океана. Площадь острова 111 390 километров. Пришли, ошвартовались. Порт совсем маленький, паром еле втиснулся к причальной стенке. Видимо, его поэтому уменьшили по длине на 20 метров. Об этом мне рассказала работница парома, прошедшей бессонной ночью. На этом автобусе мне придётся проехать 12 часов и отмахать тысячу километров. Поехали. Рельеф острова преимущественно гористый и холмистый. С высотой 400-600 метров. Вдалеке видны невысокие горы со снежными вершинами. За окном мелькают леса уже наполовину с лиственными деревьями. Огромные территории проносятся за окном без единого строения. Население провинции Ньюфордленд и Лабрадор составляет всего 528 тысяч человек. И 501 тысяча человек проживает на Ньюфордленде. Большая часть населения провинции – это потомки переселенцев из Великобритании и Ирландии. Но также есть потомки французских переселенцев, английских и голландских. На Ньюфордленде обнаружено два поселения викингов 11 века. Первое находится в 480 километрах от мыса Нуан-Тру-Зе. Второе – непосредственно на нем. Что подтверждает еще раз, что Северная Америка была открыта викингами задолго до Христофора Колумба. Совсем недавно после референдума 31 марта 1949 года Ньюфордленд присоединился к Канаде, войдя в провинцию Ньюфордленд и Лабрадор. Это совсем молодая, растущая и формирующаяся страна. Особенно это хорошо видно вот в таких провинциях, где местная культура лишь формируется. Этот остров с колоритным названием Ньюфордленд с детства ассоциировался у меня с большими черными, необыкновенно преданными и умными собаками породы Ньюфордленд. Сегодня эта порода считается канадской. Но в то время, когда эта порода появилась на этих землях, эта территория принадлежала местным индейцам Микмакам и Инуитам. До сих пор кинологи спорят о том, когда и как сформировалась эта порода и какие породы собак принимали в этом участие. Но для меня очевидно одно. Сама природа сформировала красивого, умного, преданного и очень доброго пса, который во многих семьях по всему миру живет на правах члена семьи. Почему же мать природы не сотворила ничего подобного ни с одной из человеческих рас? Вся история человечества обильно полита кровью захватнических войн, которые продолжаются и по сей день. И эту лживую, корыстную, слабую, трусливую, биологическую особь я никак не могу назвать венцом природы. Стоп. Сегодня мы беседуем о Новой Шотландии и Ньюфордленде, верно? Привет. Рад знакомству, красавица. Завтра познакомимся поближе. А пока спать. Я немного устал от этой длинной дороги, извини. Завтра увидимся, не скучай. И вы не скучаете, мои зрители. Скоро я вас с ней познакомлю и много расскажу. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова